вынести. Один последний курс. Я уверен, что это не исключение трудностей. Хорошо, это сребренный серфер. Сребренный. Он выглядит таким глупым. Что, чё-то возьми, с ним не так? Он такой... Такой? Хорошо, у вас есть возможность выбора пути, как в Мегамэн. Чем полезно представить этот обзор? Я не мог ничего понять, кроме как показать все треки в игре. И так вы знаете, что... И так вы знаете, это самолетный шутер, такой как Defender или Life Force. Не слишком особенный, но и неплохой на самом деле. Ваше оружие немного слабовато, но с бустерами вы стреляете дважды. Чёрт возьми. Ты не можешь прикоснуться к стенам. Всё равно в этой игре нельзя ничего трогать, так что с ней нельзя срываться. Засвязываться. Неважно, что я сказал об оружии. О да, больше ничего нельзя получить. Я имею ввиду, что ты можешь стрелять в другую сторону, например, когда кто-то приближается к тебе сзади. Это действительно кусок дерьма, особенно тот, который выходит вперёд. Как-то неловко ты поворачиваешься назад. Потому что если вы нажмёте кнопку Б, он изменит направление. И А, это выстрел. Чёрт возьми. Я не думаю, что представил это в нужное время. Вот и мы, я стреляю в резину утку, которая не умрёт. Чёрт возьми. Если вы будете играть в эту игру, я могу гарантировать вам одну вещь. Палец начинает болеть при нажатии на кнопку. Это не единственный раз, когда вам нужно сделать перерыв. Вы продолжаете снимать, даже когда ничего не видно. Потому что не знаете, что будет дальше. Я имею ввиду, нет смысла не стрелять. И вот, что меня больше всего бесило. Потому что если удерживать кнопку, чтобы продолжить съёмку... Нет, конечно нет. Так что вам нужна кнопка Турбо. Что есть у NES Advantage и NES Max. Убери этот чёртов контроллер. Нажмите кнопку Турбо и никогда не отпускайте. Я прошёл курс, хотя курс и так состоит из нескольких разделов. Теперь на втором этапе мы получаем вид сверху, который так же сложен, как и другие. На самом деле, я думаю, что это хуже. Потому что вы не знаете, что находится под вами или перед вами. На том же уровне, что и вы. Блага, я не могу коснуться этой деревянной части. О, может быть я пропустил это. Ничего, я думаю, что я могу пройти через них тоже. Видите ли, графика настолько нечёткая, что вы не знаете, что можно трогать и что нельзя. Вы не знаете, где опасность. Посмотри на это. Это несправедливо. Я не видел крошечное поле, пролетавшее сквозь деревья. Это как замаскироваться. И как движутся волны. Это как узел, выбирующий синие линии. Он играет со своими глазами и трахает их. Какая жестокая игра. Я сдаюсь и попробую другой курс. Владыка огня. Ладно, с чьейной придира. О, чёрт возьми. Не могу поверить, что ты не можешь коснуться земли. Это означает, что вы должны оставаться в коричневой зоне. Что является несколько ограниченным, приблизительно 20% экрана. Это нелепо просто оставаться в узком месте всё равно, что играть в игру операция. Но это как куча дерьма, пытащаяся убить меня в спешке. Вы должны маневрировать в таком ограниченном пространстве, если хотите избавиться от этих вещей. Давай, давай! Давай попробуем снова. Давай, давай! О, чёрт возьми! Что скучного в этой проклятой доске, если бы ты мог пройти по диагонали? Как вы можете идти по диагонали, но вы слегка прямо. Что делает невозможным скользить через такие узкие места. Знаешь, в этой игре очень легко умереть. И каждый раз, когда ты умираешь, ты должен это видеть. Это печальный и постыдный образ сребенного путешественника, дрожащего от поражения. Когда вы играете в эту игру, это изображение выжигается на вашей сетчатке. Как удачно! Потому что эта картина лучшим словом выражает моё отношение к игре. А спонсором этого ролика является мой Бусти, на котором есть эксклюзивные ролики, которые можно увидеть только здесь. Спидран в мае 2011, Тиндрун в мае 2011, и оно бумажный кораблик наоборот. Только здесь. И больше нигде. Что выражает моё отношение к игре? Просто смотри! Это подводит итог. Что я говорил раньше? Эта игра неплохая. Ладно, нет. Она неплохая. Она чертовски ужасна. Не рекомендую для игры. Так что это сложно. Не значит, что это плохо. Но эта игра зашла слишком далеко. Сложность легендарная. Это великий чемпион самых сложных игр с мамочками. Это не чушь. Почему не полоска жизни и, наверное, три удара? Это было неплохо, не так ли? Один чотов удар, и ты труп. Но должны же быть дополнительные жизни. И что и должно быть, но с этим не заморачивайся. Потому что когда ты умираешь, то начинаешь с начала уровня. Вдалеки есть какие-то контрольно-вобусные пункты, да. Но это не имеет того факта, что когда ты умираешь, ты возвращаешься. По сравнению с Контра, Супер Си. Как только вы получите удар, вы мертвы, но вы можете продолжить с того места, на котором остановились. Вам не нужно начинать уровень с самого начала, если только вы не потеряли все свои жизни. Если это произойдет, то даже 30-ти жизненный код не сильно поможет. Однако сервенный серфер говорит. К черту их, ты должен быть предковщиком, если хочешь играть. Итак, эластелин огня. Этап 2. О, посмотри на огонь, черт возьми. Тыквенные фонари. Давайте попробуем еще раз. Избегайте огня, оставайтесь в живых и следите за тыквенными фонарями. Мне лучше обратить внимание на это. Боже, я должен идти вниз, черт возьми. Твоя мама. Огонь идет вниз. Это часть контроля, следите за фонарями из тыквы. К черту. Я коснулся этого поклятого потолка. Огонь идет вниз. Тыквенные фонари. Ооо, моя задница. Ладно, сейчас попробую пострелять. Эти чертовы тыквы, отойдите, отойдите, отойдите. Ооо, мой бог. Убирайся отсюда. Садись за стенами, ты кусок дерьма. Ладно, я пока останусь наверху. Я не получаю удар, я не получаю удар. Я здесь... Да! 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 Нет! Я не буду делать это снова. Тебе не... Тебе известно. На самом деле, это не означает, что это будет продолжаться. Не похоже, что есть приз вроде золотого кубка на телевизоре. Если вы вытащите игру, она, вряд ли, скажет, что она окончена. Вот и все. Так что, если вы продолжите играть, ты должен быть чертов ботаник. Хорошо, следите за этими статуями, извлекающими лаву. О, господи! Еще одна гробная тыква. Много препятствий. Я не могу подготовиться до этой красной трубы. Ладно, я сдаюсь. Давай попробуем другое место. Я думаю, что могу взять один. Да, это довольно круто. Я имею ввиду, эти призраки влюбляются в меня. Вы получаете летучих мышей, тыквенных и ноги, а теперь и призраков. Это еще одна игра для дошкольников на Хэллоуин. Они должны просто позвонить. Неважно. Это безумие, я имею ввиду, посмотри на это. Боже, столько дерьма, столько дерьма, столько дерьма. Вот и мы. О, да, боже. Я коснулся границы. Трубил меня, черт возьми. О, мне попались эти горголи. Они везде. Ненавижу, чертов зима. Ненавижу. Посмотри на это. Схемы просто сумасшедшие. Просто куча линий на экране. Если вы подойдете слишком близко к этим тропам, ты мертвец. Давайте снова попробуем другой уровень. Владелец. Ничего себе, легче не становится, особенно когда я выхожу из себя. Посмотри на это. Сколько дерьма вредно для тебя. Пули летят повсюду. Он берет вверх. Просто смотри. Смотри. Любая из них является зоной смерти. Да, эти вещи могут прийти в любом случае. Это значит, что нет безопасного места. Вот почему вы должны двигаться вперед. Так что вы всегда на опасном пути. Вы должны играть из этого, пока вы точно не знаете, что произойдет. Когда вы начинаете игру, вы даже не представляете, насколько это сложно. Позвольте мне попытаться объяснить, хорошо? Представьте, что я нарисовал на листе бумаги. Я прошу вас перевести линию от начала до конца. Вы не можете зайти в тупик и добраться до линии. Теперь, пока вы пытаетесь это сделать, я сдвинул бинт влево. Ты сводишь меня с ума! Это слишком радикально для вас, чтобы принять. Представьте себе Мегамэн 2. Представьте себе полосу жизни без жизни. Представьте, если вы получите одну... Один удар, вы мертвы. Это справедливо. Это вызов, да. Я еще не закончил. Представьте себе, что это увеличивается умножением количества противников на экране. И дает им больше очков жизни. Представьте, что вы играете в Зельду. И разрешен один удар. Либо вы касаетесь либо стены, либо препятствия. Я имею ввиду, что эта игра просто вышибает сопли из моей задницы. Если вы коснетесь крыши здания, вы умрете. Если вы коснетесь выступа, вы умрете. Ты тронешься до пола, ты умрешь. Ты умрешь в крайнем правом углу. Ты умрешь, если ты коснешься пола в крайнем левом углу. Ты умрешь. Ты умрешь, ты умрешь, ты умрешь, ты умрешь. О боже, я... Не могу этого вынести. Один последний курс. Я уверен, что это не исключение трудностей. Он пытается увернуться. Они летят сбоку, и эта пушка появляется в верхней части экрана. Без предупреждения. Просто стрелять в трех направлениях мгновенная смерть. Если вы попытаетесь уничтожить все на своем пути, что появляется, это заканчивается тем, что вы убиваете себя. Потому что вы должны быть на линии огня того, что стреляет вас. Иногда вы будете натыкаться на барьер врагов, где по экрану будут падать очереди пуль. Это просто большая зона смерти. Если вы появитесь в этой области, вы просто мертвы. Ты можешь трахнуть меня. Я не могу пройти простой курс. Эта игра такая сложная. На самом деле проще выйти в грозу и попытаться избежать дождя. Было бы легче, если бы вы ходили босиком, не касаясь по земле пальцами, ног и пятками. Было бы проще, если бы вы положили мухомор на перец. И так вы носите боксерские перчатки. На самом деле вы можете получить только один удар. Это в значительной степени означает, что вы слабее любого врага в игре. Как ты умираешь, просто коснувшись стены? Я могу понять, если бы он летел со скоростью 200 миль в час. Он бы рассыпался об стену. Но на самом деле он просто коснувшись стены и умирает. Это смешно. Я никогда не читал комиксов, поэтому не знаю, какие силы у сейвенного путешественника. Но он не должен быть немного сильнее. Но он не должен быть немного сильнее. Почему нельзя было сделать нормального человека? Почему там чертовые зимы уточки? И почему человек плачет? Это какая-то гребанная шутка. Почему бы у Бруса Лидии не споткнулся о шнурке... Почему бы Брусу Лидии не споткнулся о шнурке ботинок? Это гребанное оскорбление. Эта игра должна стать классикой. Напротив, это бесполезно. Бесполезно, как этот плакат Эджен, который у меня здесь. Чувак, я злюсь на эту игру. Подумайте об этом, я чувствую, что у меня... ...испражнение. Черт возьми! Моя задница!